так друзья мы с вами уже все обшили прострочили я не стала показывать как мы обстрачиваем я думаю что любая рукодельница это сделает без труда единственное на чем бы мне хотелось остановиться люди спрашивают как прострочить очень толстые страницы у меня один ответ нужно купить хорошую машинку потому что никаким образом невозможно прострочить если у вас просто плохая машинка на какой машинке я шью вы можете посмотреть у меня на канале есть видео и что еще хотелось сказать вот смотрите мы уже прострочили и теперь нам нужно вынуть нитки я уже не помню кого-то конечно я подсмотрела девочки вынимают с помощью пинцета сначала мы вот так вот с вами немножечко прорежем потом смотрите очень очень удобно вот таким вот образом мы вытаскиваем нитки особенно если у вас длинные ногти для вас это будет актуально минут ногти короткие но тем не менее мне это удобно делать я вам предлагаю точно так же делать готова друзья теперь мы с вами медленно но уверенно подошли к ответственным моменту нам нужно делать с вами переплет как мы будем с вами onderlava начало нам нужно выкроить с вами вот такую переплетик и вот такой вот корешок как мы сами это делаем так как у всех девочек странички разные нам нужно определить какой же ширины под этот переплет у меня вот такой ширины смотрите я примерно отмеряю вот такое расстояние и корешок который мы потом с вами будем пришивать он должен обязательно перекрывать вот этот вот переплет потом когда мы сами вывернем сделаем корешок вот он сюда вот пойдет а вот это вот это будет серединка у нас с вами значит смотрите вот примерно 30 на 35 сантиметров я беру для того чтобы мне точно хватило это вот на таких вот на такие вот 5 страничек наша задача с вами сейчас прострочить обрезать лишнее и вывернуть точно так же мы сейчас поступим с вами с корешком мы прострочим вывернем и потом я покажу как мы будем с вами укреплять именно корешок друзья мы с вами прострочили теперь нам нужно с вами обрезать все лишнее сейчас нам нужно вывернуть я выворачиваю так сначала вот так я делаю а потом берете палочку для суши и выворачиваете до конца то удобно и достаточно быстро так готова таким же образом мы с вами сейчас поступим и с корешком нужно обрезать и вывернуть так сейчас нам нужно с вами прогладить мы с вами хорошенько выравниваем этот шов должен у вас быть здесь посередине и проглаживаем с этой стороны прогладили хорошенько перевернули и с этой стороны прогладили так это мы сделали теперь нам нужно сделать с вами корешок хорошенько 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 здесь вот подгибаем кладем выравниваем шов тоже у нас должен быть примерно по середине и проглаживаем с этой стороны прогладили и с этой теперь нам нужно с вами вырезать кусочек дублерина для того чтобы укрепить наш корешок я бы вырезала намного больше я не люблю когда у меня не хватает чего-нибудь лучше потом маленькие кусочки на что-нибудь использовать точно также с этой у нас возможно останется но ничего страшного пусть вас это не беспокоит теперь нам нужно укрепить значит мы с вами берем воротничковый дублерин и вырезаем то количество которое нам необходимо то есть мы должны вырезать вот так и вот так сейчас покажу этого давайте мы с вами наметим вот примерно вот здесь и примерно вот здесь давайте проведем линию чтобы у нас было с вами ровно и обрежем вот так вот так обрезаем обрезаем готово и смотрим какой нам длины нужно примерно вот так вот это вот здесь обрежем вот так есть теперь нам нужно вложить вот сюда вовнутрь его раскрываем корешок и здесь липкая сторона есть и нет мы липкой стороной кладем вниз вот таким вот образом вкладываем так нужно хорошенько разровнять здесь вот смотрите хорошо получилось теперь давайте прогладим так с этой стороны стороны прогладили и с этой трите у нас получился вот такой вот корешок он достаточно жесткий будет когда остынет и сейчас мы с вами будем приступать к ответственному моменту будем делать с вами переплет так для начала нам нужно выровнять концы вот этих двух кусочков ткани так смотрим чтобы у нас здесь был именно дублерин нам нужно чтобы была жесткая часть здесь мы должны подровнять просто сделать ровно и и вот так и давайте обработаем зигзагом вот эти два конца друзья смотрите мы с вами уже обработали зигзагом пока что мы вот откладываем сторону и берем нашу книгу сложите страницы так как они должны будут вот будущем быть обязательно проверьте чтобы вот здесь были стыки ткани потому что у меня такой был случай что я пришила страничку и стык вот здесь был было очень обидно пришлось просто всю книгу заново переделывать и так вот у нас пять страниц берем нашу первую страничку что нам нужно сделать сейчас мы будем одновременно пришивать и переплет и этот корешок значит кладывайте вот такую линию на корешке вы прокладываете вот такую линию после этого смотрите вот так должна быть страничка мы должны будем сейчас с вами приколоть булавками здесь корешок а с другой стороны вот эту часть сейчас постепенно так смотрите мы прикладываем корешок и смотрим чтобы вот это расстояние и это было одинаковым а эта линия буквально немножечко перекрывала вот эту линию все давайте прикалывать так здесь и здесь теперь мы переворачиваем вот так вот книжечку берём вот эту часть и переворачиваются вот так чтобы вот этот вот эта линия вот это вот этот шов без посередине с этой стороны и теперь мы должны приложить его вот так смотрите наша задача тоже приколоть его аккуратненько ровненько здесь ли неё можно не чертеть так как мы будем с той стороны вот так вот посмотрите чтобы вот эти полосочки и вот эти вот части были одинаково прошеде здесь может одинаково быть а здесь вы можете немножечко ее завернуть в сторону вот значит смотрите вот так вот на прикалываю я прикалываю такими булавочками на этой стороне для того чтобы куда мы будем с вами шить они не застревали в машинке не прикалываем здесь вот такой бутерброд у нас получается теперь наша задача с вами прострочить здесь друзья смотрите мы с вами пристрочили вот как это все выглядит видите потом когда мы с вами будем собирать книжечку делать корешок вот так вот у нас будет красивенько здесь здесь этой стороны это выглядит вот так теперь как мы с вами действуем дальше смотрите нам нужно отвернуть эту полосочку вот сюда и здесь отмерить три сантиметра или четыре как вам больше нравится вам опыт подскажет если у вас очень толстые книги то вам достаточно широкий нужен разворот если не очень то соответственно небольшое количество нужно давайте откладем и положим с вами три сантиметра так вот таким вот образом мы с вами отмечаем и смотрите дальше вот у нас лежит эта полоска вот у нас с вами лежат наши странички в том виде в каком они будут находиться у вас книге ничего не перемещайте пусть они так и лежат теперь мы берем и отворачиваем в эту сторону эту полоску ткани вы поняли мы берем ее и отворачиваем и берем нашу страничку следующую за которая нам нужна и вот таким вот образом мы ее переворачиваем то есть вы поняли вот у нас отмеренные 3 или 4 сантиметра или три с половиной отворачиваем сюда берем страничку вот она у нас как в книге будет переворачиваем и кладем теперь мы переворачиваем все и наша задача вот так вот выровнять странички смотрите что у нас получается вот так вот так у нас получается теперь нам нужно немножечко сдвинуть для того чтобы вот эта линия совпадала практически с этой линии но только немножечко и и вот тут вот немножечко было дальше то есть мы с вами выравниваем вот так вот книжечку и смотрим чтобы у нас вот это вот полосочка совпало вот с этой вот эта линия совпало с этой строчкой и здесь мы должны с вами приколоть прикололи и с другой стороны мы тоже должны приколоть и смотрим чтобы у нас было ровненько здесь все так прикалываем прикололи на пересмотрите вот как это все выглядит да вот у нас было вот у нас стало теперь мы берем и заворачиваем вот сюда вот сюда мы заворачиваем завернули и теперь мы должны прострочить сейчас я прострочу и вернусь друзья мы прострочили смотрите что у нас получается вот корешок и открываем смотрите вот такая вот получается на такой переплетик давайте дальше еще раз покажу что мы с вами делаем вот у нас лежит с вами книжечка и этот вот переплетик мы его отворачиваем вот сюда назад и откладываем 3 сантиметра откладываем 3 сантиметра от вот этой строчки которые мы прострочили так вот мы делаем и откладываем 3 сантиметра отложили теперь смотрите вы помните мы берем и кладем на эту сторону после этого мы берем с вами страничку которая идет следующая у нас мы ничего не меняем вы помните переворачиваем ее и кладем вот так теперь мы поднимаем и ровняем немножко волосы кукольные мешают ну что сделаешь уже так вот мы с вами поравняли и смотрите дальше здесь мы с вами ровняем чтобы все было красивенько вот так вот и начинаем сдвигать мы сдвигаем 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 до тех пор пока у нас эта линия не совпадет вот с этой нашей строчкой вы помните немножечко должна переходить вперед главное выровнять вот здесь все хорошо если у вас перекосит здесь странички просто книжка получится неровная так мы должны с вами приколоть мы прикалываем 1 второй раз и второй раз вот смотрите вот как это у нас с вами выглядит вы помните да теперь мы берем и загибаем в эту сторону вот так и мы должны с вами прострочить смотрите друзья что у нас уже есть у нас есть корешок и у нас уже есть все странички вот они все странички и нам остается с вами последнюю страничку сделать я вам сейчас покажу точно также мы с вами отгибаем сюда и откладываем 3 сантиметра вот нам нужно с вами отрезать вот так вот так оставить немножечко и отрезать вот у нас с вами остался кусочей ткани но я думаю ничего страшного куда-нибудь его примените главное чтобы вам хватило теперь нужно обработать зигзагом мы обработали с вами зигзагом и нас остается последняя страничка точно также мы отворачиваем с вами в эту сторону берем страничку как она есть переворачиваем прикладываем разворачиваем в сторону обязательно выравниваем вот и я вас уже учила вы знаете мы вот так вот протягиваем вперед вот так главное ровненько положить смотрите и мы с вами прикалываем здесь иголочками и прошиваем смотрите что у нас с вами получается вот такой корешок который мы сейчас будем делать и переплет вот очень хорошо получается смотрите потом я естественно покажу что у меня будет здесь обзор книжки сделают уже здесь очень много пустых полей так так друзья теперь мы с вами приступаем к последней по практически заключительной части оформления нашей книжечки еще покажу как мы будем делать с вами застежку липучку но для того чтобы нам сами начать делать корешок вам нужно обязательно вложить все детали которые вы хотите использовать в этой книге и потом уже когда вы все вложите у вас уже будет вам будет понятно какой толщины у вас будет книга но они вкладывать не буду я примерно знаю какой не нужно поэтому как бы сделал без этого значит что нам нужно нам нужно сейчас с вами определить какой же ширины будет наш переплет так я хочу сделать книжечку где-то вот так я сделаю с учетом того что у меня наполнится смотрите я вот себе вот так вот намечаем что я наметила вот у меня это не . я должна здесь провести линию так я провела теперь я должна вот так вот обрезать обрезать мне нужно и обработать и обработать зигзагом видите тут тоже не очень большой кусочек остался нормально есть мы с вами обработали зигзагом теперь нам нужно по вот этой линии загнуть вот таким вот образом вы загибаете не нужно не заглаживать приглашать ничего просто хорошенько его загинать теперь смотрите что мы делаем мы с вами вот таким образом уравняем нашу книжечку вот обязательно нам нужно приготовить иголочку с ниточкой такой же такой ответственный момент можно криво сделать но я думаю на все будет хорошо и я должна так выровняли и я должна теперь наметить иголкой с ниткой где же у меня будет корешок вот у меня он примерно вот так вот сейчас я посмотрю ровно ли у меня здесь вот здесь и здесь да нормально вот эту сейчас захвачу и буквально несколько стежков сделаю для того чтобы просто наметить я не пришиваю полностью корешок я считаю что это в общем-то лишнее просто трата времени и здесь очень твердостью поэтому не вижу в этом необходимости так мы с вами смотрите буквально делаем немножечко сейчас будем пришивать вот смотрите конечно книжку малышку сделать легко корешок большую книгу намного сложнее ну что же делать так мы с вами пришиваем аккуратненько выравнивая здесь вам нужно отодвинуть хорошенько переплетик чтобы он не попал и вот таким вот образом вы пришиваете вот мы пришили теперь давайте воспользуемся нашим пинцетом видите как удобно нитки удалять вот давайте посмотрим что же у нас с вами получилось вот такой вот переплетик видите здесь достаточно аккуратно все подшито ничего не торчит прекрасно просто вот такая книжечка будет теперь нам нужно с вами сделать липучку застежку сейчас я покажу как мы с вами будем делать нам понадобятся вот такие два кусочка ткани вы просто примерно померите у себя какой у вас будут толщины книга вот такие два кусочка и возьмите теперь смотрите мы здесь с вами приклеивали пришивали липкую часть липучки и соответственно здесь у нас мягкая сейчас мы с вами пришьем вот сюда вот таким вот образом липучку сейчас я пришью и вернусь итак мы с вами пришили смотрите теперь мы должны перевернуть и ручкой нарисовать какая липучка у нас будет с вами мне вот такая после этого необходимо лицо к лицу сложить сколоть если вам хочется и прошить и вырезать так мы с вами прошили давайте теперь вырежем я хочу просто показать что когда вы дойдете вот до этого уголочка вам нужно немножечко его срезать для того чтобы хорошо потом она вывернулась так заканчиваем так мы вырезали мы вырезали теперь нам нужно воспользуйтесь палочкой для суши вот так вот переверните таким вот тупым концом закончите здесь того чтобы не порвать ткань так вы вернули потом перевернем и поправим уголочки вот так смотрите получилось у нас липучка теперь нам нужно прогладить ее и когда будете проглаживать будьте осторожны и утюгом не пригладьте случайно эту часть иначе вы просто это все испортите даже если вы с этой стороны проглаживаете будьте аккуратны готова наша липучка теперь нам нужно ее пришить цепляем на эту сторону выравниваем наши странички сейчас мы будем смотреть как нужно нам подогнуть чтобы было нам хорошо вот видите вот так вот ночка еще видите вот так мы будем пришивать и сейчас когда книжечка наполнится то будет все хорошо и я выравниваю странички смотрю где мне сейчас пришить мою липучку вот здесь я буду пришивать вот так сейчас вот так я ее держу вот здесь я провожу сейчас шов смотрите мы с вами прострочили видите у нас здесь остался кусочек ткани друзья вот и готова наша книжка я я надеюсь вам понравилось видео ставьте лайки пишите что вам понравилось что не понравилось оставляйте разные комментарии и давайте я вам уже покажу все таки что же у нас получилось вот такое дерево с пучками изучения право-влево вот такой город изучение геометрических фигур и цветов здесь наша девочка с волосами которые нам постоянно с вами мешали видите меняется у нее здесь можно завязывать и косички заплетать здесь у нас такая лисичка с мягенькими ушками здесь у нас пирамидка здесь у нас цифры и знаки здесь у нас овощи и фрукты изучение большой средний и маленький вот такая книжечка у нас получилось спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал до свидания